1, 2, 3 Марко Бравура один из создателей коллекции и лично знакомый с выставкой «Уламдэнский бомонд». Итальянский художник и скульптор язык мозаики знает в совершенстве. Его серия работ «Иконостас» выставлялась во многих музеях мира. В Бурятии коллекция произвела настоящий фурор. Я даже не ожидала такого видеть. Честно, да, первый раз такой стиль, так выполненный и так красивый. Основной материал, из которого сделаны почти все присутствующие здесь работы, в том числе и щит Чингисхана, это смальта. Смальта – это стекло, запеченное при очень высокой температуре. Кстати, оттенков может быть более 170. На долгих 7 лет в России производство смальты было приостановлено, а возродили производство совсем недавно. В Европе эта техника зародилась еще в VI веке. Позже знаменитая флорентийская мозаика вдохновляла не одно поколение художников. Среди них и те, чьи работы представлены в Национальном музее. Выставка «Языки мозаики» приурочена к фестивалю «Голос кочевника», сама идея которого так близка талантливому итальянцу. Мы с моей женой практически живем на чемоданах. Хорошо, что есть такие друзья, как Исмаил Ахметов, благодаря финансовой помощи которого я могу транспортировать все свои работы. И кроме того, я не могу носить все на себе. У меня есть студия, где они хранятся. Это все благодаря его поддержке. Несмотря на сегодняшнюю непопулярность данной техники, специалисты утверждают, что новое слово в искусстве именно за мозаикой. Кстати, понять ее язык есть возможность у каждого жителя Улан-Удэ. Необычная выставка продлится до конца сентября. Наталья Кладникова, Александр Хомаганов. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok